привет вы смотрите тест тв с вами надя лаптева и сегодня мы будем говорить о том что же необходимо когда вы решили приобрести щенка не так все просто не просто пойти и купить щеночка привести его домой прежде чем его привести нужно купить какие-то первые необходимые вещи сейчас я вам скажу что это с одной стороны все банально просто и если вы профессионал вы думаете ну о чем этот тест не о чем но если вы новичок поверьте мне при 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 принеся домой щенка вы столкнетесь с тем что у вас нет миски нет того всего 5 10 итак начинаем первую очередь вам понадобится миска если это небольшая собачка маленькая порода вам понадобится миска для воды и для еды она может быть абсолютно любая которая вам нравится она может быть из пластика из нержавеющего металла из парфора с чего угодно но она у вас должна быть если же вы берете щенка который в перспективе у вас будет расти сразу позаботьтесь о том чтобы у вас была миска на подставке потому что помет по мере его роста вам нужно будет эту миску поднимать для того чтобы он правильно формировался дальше раз мы поговорили о мисках соответственно нам понадобится еда поэтому позаботьтесь заранее о том что ваш собака будет есть лучше всего взять тот корм который она ела на питомнике либо у того хозяина у которого она жила потом впоследствии можете перевести его но тут на натуральный корм на другой корм но вначале чтобы у вас не было проблем со всякими разными вздутиями и прочими нарушениями берите тот корм который вам рекомендует заводчик это может все что угодно но главное чтобы он у вас был едем дальше безусловно у вашей собаки должно быть место где она будет спать и самое главное это будет приучать собаку команде места что очень полезно поэтому нужно выбрать сразу заранее лежанку вы можете купить в магазине вы можете что-то сварганить дома это неважно но главное чтобы когда вы привели собаку домой щенка домой это место его уже было поэтому позаботьтесь об этом заранее еще одна очень удобная вещь но она не настолько Не только необходимое, но если у вас позволяет возможность ее приобрести и место в доме, то вы мне скажете спасибо. Это манеж. Он может быть металлическим, он может быть сделан из ткани. Для чего он удобен? Вы привели домой щенка, наиграли с ним, нацеловались, наобнимались. Безусловно, дальше положив его на его место, он не будет там лежать, потому что он побежит за вами. У вас есть дела, у вас есть дети, у вас есть куча предметов, которые вы еще не успели убрать, прежде чем. Кстати, обязательно нужно все убрать, всю обувь и так далее, желательно в коробке, чтобы он это не грылся. Поэтому, чтобы облегчить себе жизнь, есть такая волшебная вещь манеж. Он не дешевый. Например, вот такой вот манеж тканный стоит около 8 тысяч рублей. Есть металлические манежи, которые гораздо дешевле, 2-3-4-5 тысяч. Но это на несколько месяцев, а щенок у нас растет не быстро, реально вам облегчит жизнь. То есть, когда вы с ним наигрались, вы его покормили, вы даете ему команду место и засовываете его в этот манеж, он там все играет, прыгает, бегает, и это замечательно. И более того, если вы поехали на дачу, а на даче тоже есть куча чего поесть, и он куда может убежать пока, а у вас всегда очень много дел, поэтому засунули его все в манеж, пока он маленький, еще не приучен к командам, ко всему остальному, и он у вас там спокойно бегает. Вещь очень хорошая. Дальше, чтобы ваша собака не сжевала вашу обувь, которую вы не успели убрать, или ножки ваших стульев, не жалейте, покупайте ей игрушки. И не надо думать о том, что достаточно одной игрушки или трех, которые вы уже купили. Я вообще раньше, и если у меня какие-то появляются новые собаки, я всегда стараюсь это делать часто. Ты приехал, ну, конечно, не каждый день, потому что иначе у вас превратится квартира непонятно во что, но все-таки она будет это грызть, это привлекает внимание, а еще это и пищит, и как-нибудь хвакает. Это будет лучше, чем она сгрызет, например, вашу любимую книгу или что-то еще. Поэтому игрушки обязательно. Естественно, маленький щенок будет писать и какать. Поэтому, чтобы вам было комфортнее, чтобы у вас было все аккуратно, чисто, и он опять же привыкал писать и какать в определенное место, а дальше вы переведете его на прогулки, вам нужно купить салфетки одноразовые. Ну, или они могут быть многоразовыми, но вот такие салфетки, которые продаются в аптеках, в зоомагазинах, где угодно, они вам тоже облегчат жизнь. Поверьте мне, забудьте про газеты, забудьте про старые половые трепки, которые потом пахнут. Вот лучше потратить денег и купить себе пачку вот таких вот одноразовых салфеток, которые, еще раз повторюсь, вы можете использовать неоднократно, скажем так. И еще одна вещь, которую можно купить не сразу, но, по крайней мере, в ближайшие дни, когда вы приобрели щенка, чтобы приучать его, это ошейник и поводок. Сначала купите самый простой, банальный ошейник и самый банальный поводок. Понятно, что впоследствии вы, наверное, купите себе рулетку, но чтобы не мучиться и собака спокойно привыкала к приучению к поводку и к ошейнику, купите вот такой вот кожаный по размеру собаки ошейник и кожаный поводок. И такая маленькая хитрость, не надо заставлять ее сразу, вот, одел на нее ошейник, одел поводок и пошел с ней гулять. Может быть, ваш щенок уже приучен к этому, а может быть и нет. Поэтому, чтобы не было стресса и конфликта между вами, сначала оденьте собаке ошейник и пусть она себе бегает по квартире. Если это прошло абсолютно без проблем, похвалили, все замечательно. Дальше прицепили поводок и отпустили, пусть она тоже побегает по квартире так. Если это не вызывает никаких сложностей у собаки, то, опять же, можете похвалить, поиграть с ней и попытаться пару раз немножечко потянуть ее к себе. Она подбежала, похвалили, все замечательно. Поверьте мне, буквально 2-3 таких маленьких урока, и вы спокойно начнете, когда это уже можно будет делать, гулять со своей собакой с помощью поводка и ошейника. В общем, все, что я вам перечислила, это реально необходимые вещи. Вроде бы такие простые и банальные, но необходимые. Поэтому, если вы едете за щенком, уже заранее посоветуйтесь с заводчиком, с хозяином этого щенка и что-то приобретите. Либо вместе с этим щенком приезжайте прямо в зоомагазин, возьмите специалиста, который вам скажет, что необходимо уже сегодня купить с собой. С вами была Надя Лаптева. Смотрите Тест ТВ, подписывайтесь на наш канал и увидимся. Пока.